Девушки отдыхают Меха местные не советуют именинникам приближаться к озеру. А между людьми и добрым духом договоренность. Он их оберегает, посылает много рыбы и даже предсказывает судьбу. Те взамен отдают ему часть того, что имеют. Однако влияние потусторонних сил здесь ощущает не каждый. Заядлая путешественница Екатерина II ехала со своим сенатом из Полоцкавшков. Остановились они переночевать в этом уютном местечке озера. С тех пор жители стали называть поселение Сенатом. А теперь это уютный городок под названием Сено. Будем знакомиться. Времена правления князя Казимира Егелончика. 1442 год. Официальная дата возникновения местечка, которое упоминается в документах Великого княжества Литовского. Первые поселения были деревянными. Они часто горели. Чтобы как-то жить, люди были вынуждены заниматься ремеслами. Самым выгодным делом на тот момент была заготовка сена, которое продавали на ярмарках. Поэтому местечко долгое время называли Сено или Сенное. Поедем за сеном в Сенное, говорили люди и с удовольствием отправлялись на Сенной базар. За бойкой продажей кормы для животных наблюдала и Екатерина Вторая. Российская императрица была поражена изобилием сена и даровала городу герб. На зеленом поле две золотые скрещенные косы. Дорога между Синой и Шклово местами очень живописна и похожа на английский парк. Это запись из дневника Екатерины Второй. Судя по всему, посещением государыня осталась довольна. Нашелся ли и в этом городе ушальной императрицы фаворит? История умалчивает. По легенде, в языческие времена, когда Сено был маленьким местечком, рядом с ним протекала речка, черти решили изменить ее русло, повернуть с юга на север, чтобы там травить свои шабаши. Люди просили местного покровителя о помощи. Он посоветовал выкопать большой котлован, в который будет стекаться вода. Так и сделали. Звери помогали рыть землю, птицы относили ее далеко за пределы местечка. В дальнейшем оно превратилось в Синайские горы, любимое место отдыха горожан. А ров затопило водой, и на его месте образовалось большое красивое озеро. Кто-то говорит, что эта яма заполнилась слезами очень красивой девушки, которую звали Марией. Да, есть такая легенда. В Сенинском замке жила княгиня Мария, у нее был муж-князь. Вот эти земли принадлежали ему. У них было двое маленьких детей, мальчик и девочка. И однажды, когда князя не было дома, на замок напали враги. Они связали Марию, но детей удалось спасти. И Мария только просила об одном. Господи, помоги мне стать птицей, чтобы полететь туда, где сейчас находятся мои дети и мой муж. И в это мгновение она превратилась в маленькую птицу. Взметнула ввысь, она летала над своей землей и плакала. И на месте, куда падали слезы, вот образовалось такое большое красивое озеро, которое в дальнейшем назвали Сенинское. Когда в Сино рождается ребенок, горожане стараются посмотреть в озеро. Если вода в нем ясная и тихая, жизнь человека будет размеренной и спокойной. Волны и ветер предвещают жизненный путь, полный ярких событий. Хотите почувствовать себя Робинзоном Крузом? Приезжайте в Сино. Вокруг раскинулось ожерелье водоемов. Озеро с высокими песчаными берегами самое популярное. Лещ, карась, щука, окунь. На Сенинском водоеме можно рыбачить и заниматься подводной охотой. Только удочку не забудьте. Данислава Борисовна, мы уже который день находимся в вашем городе, а легендарного Сеня Сенинского так и не встретили. А как так вышло, где его искать, расскажите. Ну, на самом деле его не существует, потому что Сеня Сенинский – это вымышленный образ. И он присутствует, только его можно увидеть на наших районных и городских праздниках. Это на самом деле собирательный образ. Но образ человека, который представляет добрых, трудолюбивых, мужественных, смелых людей, которые живут в нашем городе. Так все же, кто и когда основал Сино? Точного ответа уже не найти. Известно, что с первой половины 17 века местечко принадлежало Сапегам, столетиям позже – Агинским. Многочисленные курганы – свидетельство того, что люди здесь жили с давних времен. На холме в 1573 году вырос неимоверной красоты замок. На тот момент в нем жил один из самых влиятельных и богатых людей Великого княжества Литовского – владелец Сино Дмитрий Сапега. Прямоугольный дворец с двумя флигелями, ров и перекидные мосты. Замковой горы хорошо просматривались владения. Во времена Северной войны шведы разграбили и разрушили крепость. Осталась лишь земляная насыпь. А у ее подножия – источник с прохладной и чистой водой. По словам старожилов края, много столетий назад тропа от Кренички в замку шла иначе, нежели сегодня – поворачивала на Кручку. Там стояла водяная мельница, с помощью которой поддерживался уровень воды в замковом овраге. Затем дорога поворачивала на Болонню. Так наши предки между собой называли уголок города, приютившийся у самого берега озера, и поднималась на Торговую площадь. А у ее подножия – Креничка, источник с прохладной и чистой водой. Считайте, вы не побывали в Сино, если не попробовали Креничной воды. За ней приезжают из соседних районов и деревень. Верят, она обладает целебной силой. Почему? Благодаря небольшому содержанию сероводорода. Действительно, водица – лечебная, в один голос уверяют химики. Это, конечно, неизвестный во всем мире источник на южном побережье Вьетнама или в северо-западной части Хорватии, и даже не Креничка на сочинском курорте. Но факт остается фактом. Ранее неподалеку стояла деревянная часовня, которая была разобрана в 1930-е годы. На ее месте возвели небольшую кирпичную капличку в романском стиле. В ней хранится икона Блаженной Матроны Московской, одной из самых известных и почитаемых святых у православных верующих. Каждый, кто хотя бы раз просил у нее о помощи, навсегда запомнил необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости. Тем более церквей ни православных, ни католических здесь долгое время не было. Связано это с тем, что в 1860 году город горел. Тогда огонь безжалостно уничтожил почти все деревянные постройки. Католики молятся пока еще в деревянной каплице, стоящей на месте древней святыни. Она возвышается на Костельной горе, что на противоположной стороне базарной площади. Здесь когда-то находилась каменная католическая святыня, которая появилась на этом месте благодаря Эдвиге Тадеюшуагинским, которые владели этими землями во второй половине 18 века. Это был один из лучших примеров искусства барокко во всей Европе. Редкой красоты костел в честь Святой Троицы построили в 1772-м. Тогда же с разрешения Папы Римского из Италии привезли сюда мощи Святого Фортуната. Известно, что в 20 веке в костеле служил ксензам Александр Остромович, известный как белорусский поэт Андрей Зизюлянт. Здесь же в Сино на 43-м году жизни и скончался. Где именно похоронен – неизвестно. В Сино святыня простояла и Первую, и Вторую мировые войны, и революцию. Все планы нарушила избирательная кампания. В 1962-м приехал в этот город на встречу с гражданами кандидат в депутаты. Местная жительница обратилась к нему с просьбой взорвать костел. Мол, мешает любоваться дорогим сердцу районным центром. По запросу райкома партии католического храма и не стало. Стал ли кандидат депутатом? Никто сейчас и не вспомнит. Некогда визитную карточку города можем увидеть только на фотографиях. А на старом фундаменте на деньги Европейской благотворительной организации и местных жителей строится новый католический храм. Планируется, что он внешне будет, как две капли воды, похож на старый. Правда, по размеру меньше оригинала примерно в девять раз. Уцелело и двухэтажное здание, возведенное у костела тремя десятилетиями позже. Опять же, на деньги представителей известного рода агинских. Мы находимся у стен колбасного цеха. А раньше здесь располагался монастырь францисканцев, построенный в 1772 году. Они же открыли первую всеношколу, где учились исключительно мальчики. А среди монахов-преподавателей было много высокообразованных людей. В жилом комплексе пребывали 16 послушников. Каменное здание, кстати, хорошо сохранилось до наших дней. Оно считается одним из самых древних во всем городе. В обители долгое время жил и преподавал монах-францисканец Карль Жирам. Если хотите от души посмеяться, отыщите его сборник анекдотов «Торбо-смеху». В нем найдете много поучительных историй о событиях, происходивших на Сенече. Правда, времена были разные. Не всегда было до улыбок. Где произошло крупнейшее танковое сражение? Как правило, мы, не задумываясь, отвечаем на этот вопрос на Курской дуге. И мало кто знает о том, что в боях на Витебской земле было задействовано в два раза больше техники. Очевидцы вспоминают, что в той местности все вокруг напоминало настоящий ад. 6 июля 1941-го. Грохот орудий, взрывы снарядов, крики и стоны. Так началось одно из самых кровопролитных танковых сражений в истории Второй мировой войны. Лепельский контрудар. Мы на окраине местечка. Это самая высокая точка Сено. Отсюда город виден как на ладони. Если вам с погодой повезет, сможете рассмотреть любое строение. Солдатская гора в июле 1941-го служила обзорной площадкой для советской артиллерийской батареи. С высоты они наносили удары по вражеским отрядам во время танкового боя. Это была особо выгодная позиция. Оригинал картины известного белорусского художника Александра Назарчука находится в местном музее. Эпизод танкового сражения написан с солдатской горки. Красные от огня и крови озеро и небо. Советские танки идут в атаку. На заднем плане костел и старое здание Земской управы, в котором сейчас расположен Краеведческий музей. По словам очевидцев той войны, танки наступали в основном вечером. Так было проще избежать нападения немецкой авиации. У фашистов она была. А наши самолеты не успевали подняться в воздух, как их бомбили. Многие танки остались без топлива. Просто груда металла. Город трижды переходил из рук в руки. Красноармейцы ежедневно отбивали до 15 атак. Почему контрудар назвали Лепельским? В результате фашистские войска были отброшены на 40 километров в направлении Лепеля. Это позволило сэкономить дополнительное время. Не на жизнь, а на смерть. Танковое сражение шло с 6 по 10 июля. В конце концов Красной Армии пришлось отступить. Немцы оккупировали город. Самое страшное – человеческие жертвы. За время оккупации фашисты сожгли 3477 домов. Расстреляли 2505 человек. Вывезли в Германию 922. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 5874 уроженца Сененщины. Примерно каждый шестой не дожил до победы. Лепельский контрудар – заключительная часть белорусской стратегической оборонительной операции. А из переписи населения известно. В Сино в начале 30-х годов проживало 3494 человека. 1847 из них были евреями. Они занимались торговлей и ремеслом. Улицу Мичурина, ранее Ворошилова, превратили в еврейское гетто. Первые семь домов по левой стороне были обнесены колючей проволокой. Люди существовали в условиях чрезвычайной тесноты и антисанитарии. У узников Сененского гетто отобрали ценности и вещи. Всех под охраной полиции гоняли с троем на работу. Глумление над людьми – обыденность. Так, к примеру, известно, что полицейские Мотыгин и Дягилев часто избивали евреев плетками. В домах ютилось 50 до 80 человек. В антисанитарных условиях это все происходило. Ну и в конце декабря, это было 30-31 декабря 1941 года, там вот у нас есть сейчас открыт памятный знак «Боль» в память об узниках на месте этого расстрела. Там могила жертв фашизма. Отправляемся на окраину Сен-О, чтобы увидеть памятник жертвам Холокоста. 30 декабря 1941 года в Сен-О прибыло подразделение «Айнзасгруппы» и вместе с полицией окружило гетто. Каратели выгнали узников из жилищ под предлогом отправления на работу в Оршу. Так было положено начало массовой казни. Людей уводили группами, человек по 40. Их загоняли в ямы, заставляли лечь, после этого убивали. Детей закапывали живьем. По словам очевидцев, земля на засыпанных могилах шевелилась по три дня. Расстрелом еврейского населения Сен-О руководил офицер местной комендатуры капитан Бирман. Два дня проводили расстрел, ну а потом уже последующие дни они просто отбирали детей от смешанных браков. Маленьких детей тоже собирали и расстреливали. Ну и детки там просили, что дяденька, вы меня не убивайте. Это мой папа русский или моя мама русская. Но все равно. И даже вот это свои местные полицаи это делают. Массовое убийство продолжалось с 8 утра до обеда. Учителяри, местленники, рабочие, они жили на этой земле, строили семьи, растили детей, а пострадали только лишь из-за своей национальности. В Сен-О во время Второй мировой за время оккупации расстреляли более тысячи евреев. В гетто 965. Памятник в форме звезды Давида, дело рук витебского скульптора Ивана Казака. На обелиске женские, мужские и детские руки. Они протянуты к небу, словно только оно может помочь найти спасение. Символично, что открытие памятного знака боль состоялось 10 июля, в день, когда в 41-м оккупировали Сенечину. Освободили город 25 июня 1944 года. До начала Великой Отечественной здесь были жилые дома и сады. В 1958-м комсомольцы и молодежь в честь 40-летия в ЛКСМ заложили здесь центральный парк. Мы с вами в Музее военной техники под открытым небом. В экспозиции самоходная артиллерийская установка, гаубица, 4 пушки, боевая машина пехоты и 2 самолета. В парке высятся и курган славы. В него заложили капсулу с посланием потомкам, которую извлекут только в год столетия победы. Именно здесь, летом 1959-го, накануне 15-летия со дня освобождения Беларуси, состоялось перезахоронение членов экипажа легендарной «Катюши», который погиб при освобождении района от фашистских захватчиков. Здесь покоится командир установки Тимофей Светличный, наводчик Сергей Бородулин и водитель Павел Назаренко. Отсюда и название «Парк трех героев». 81 уроженец Сененщины за последние 50 лет прошел дорогами локальных сражений. Бойцы-интернационалисты за мирное небо над головой боролись в горячих точках за пределами родного края – в Корее, Китае, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В память о войнах афганцах в парке установили знак, часовню и беседку. Обязательно посетите это место. Поверьте, здесь особая энергетика. А мы возвращаемся на центральную площадь города. Памятник архитектуры в Сено всего два. Это здание музея в прошлом, земская управа и пожарная часть. В 20-е годы комсомольцы разместили здесь первый кинотеатр. Затем в помещении появился городской банк, а сегодня сюда приходят на работу сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. И с далека внимания привлекает необычная бронзовая скульптура. Этот памятный знак установили в честь уроженки района Матрёны Маркевич. Простая крестьянка внесла свой вклад в развитие государства. Она придумала узор на рушнике, который в итоге лег в основу орнамента на флаге Беларуси. Слава к Матрёне Сергеевне пришла спустя полвека после кончины. При жизни женщина и мечтать не могла, что вещи, которые она делала для души, когда-нибудь станут символом целой страны. Этот орнамент получил название символ восходящего солнца, потому что в его основе лежит ромб и внутри ромба фигуры, которые символизируют именно восходящее солнце. И были ещё такие фигуры, прилегающие к ромбу, которые обозначали то, о чём просит человек, чтобы всё сбылось. Орнамент «Восходящее солнце» жительница Семенского района выткала в 1917 году. На флаге Беларуси он появился благодаря её брату, авторитетному этнографу и искусствоведу Михаилу Кацару. В 1951 году президент Академии наук БССР Гришенков пригласил к себе доктора искусствоведения Михаила Сергеевича Кацара, родного брата Матрёны Сергеевны Маркевич, девичья Кацар. Для того, чтобы поставить его в известность, что нужно сделать новый эскиз государственного флага БССР. И Михаил Сергеевич занялся этой работой. У Михаила Сергеевича была большая коллекция ткачества, собранная по территории Беларуси, в том числе и тканые изделия его родной сестры Матрёны Сергеевны. И вот эти рисунки были помещены в хранилище Белпромсовета, как наиболее удачные для применения в текстильной промышленности. В наше время традиции знаменитой землячки продолжают мастерицы местного дома ремесел. Когда будете в центре города, не забудьте сделать фото со скульптурной композицией «Родный край». Она, к слову, единственная в стране, посвященная белорусской символике. Оказывается, с Сенинщиной связана судьба многих талантливых и известных людей. Будущий народный поэт Беларуси Янка Купала жил и работал в районе. Отсюда родом советский и белорусский скульптор Заир Азгур, поэты Олесь Жавруко, Анатолий Белюгин, народные артистки Беларуси Зинаида Конопелько и Анна Рыжкова. А сколько еще открытий предстоит сделать уроженцам этого края? Приезжайте и познакомьтесь сами с городом и его замечательными жителями. Редактор субтитров А.Семкин